Ребята, вы будете членом жюри. Как вас видите, я все про историю случайно, а может быть это ваша судьба? Расскажу вам, вы никогда не жюри, и, соответственно, всем за одно. У нас будет 7 команд поэтических, они будут приходить и представлять что-то сделанное из своих стихов, но это будет все в мире вот этой книжки происходить, которую мы сегодня презентуем. И жюри будут оценивать выступающих по очень простой схеме. У них есть 6 изков, от 1 до 6, 6 превращаются в 9, и, соответственно, могут быть оценки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, и также могут быть любые обозначенные оценки с помощью этих циферок. 96, да, 96 не может быть, потому что шестерка 2, она может быть девяткой, но одновременно девятка и шестерка не может быть. 95, 95 это самая большая оценка. Все очень просто и крайне несправедливо, потому что поэзия не может быть справедливой. Буквально сейчас, в 2 минуты, я всех попрошу зайти в зал и сесть, принеслить. Мастур Багардуль! Это такое приветствие зайцев, всем здрасте, меня зовут Заяц. Сегодня я для вас приведу Игоря Боншикова. И что это такое, я не знаю, но меня попросили, потому что я единственный, кто читал книгу, которую мы сегодня будем. Не читали! Я не верю. Тогда, может быть, вы презентуете? Нет, нет. Я просто не хотел, не хотел. Именно из-за этого я и пришел, потому что я когда-то прочитал. Мне очень понравилось, очень талантливо, но я не понял, зачем и каким местом это написано. Но, все равно, сейчас мы попробуем разобраться. Так как мне, как я сказал, очень понравилось, я решил, что в презентации нашей сегодня не будет никаких стеклов из этой книги. Зачем? Спрашивается. Если и так, можно ее потом почитать. А я, тем более, уже читал, мне неинтересно. И все, кто сейчас будут выходить на эту сцену, они будут просто нести любую колесицу, которую они хотят. А вот эти вот наши замечательные товарищи добровольно сюда пришли, они сами напрасились, чтобы оценить. И, соответственно, если они не будут этого делать, мы их выгоним сюда на видео. У нас есть какой-то там порядок. Кстати, говоря, то, что сейчас нам будут рассказывать наши выступающие поэты, они будут это рассказывать своими словами, своими стихами. Но действие должно происходить в мире вот этой книги. Я не знаю, как они вас могут показать, но такое вот важное условие для них сделано. Прошу жюри обратить на это внимание. Это вы тоже книгу не читали, но вы должны понимать, что действие должно происходить в этой книге. Действие, чтобы примерно объяснить, происходит в 16 веке в северной Занёжской деревне. Называется Анинский мост, он до сих пор существует. И буквально 6 дней назад мы там провели первую презентацию книги с успехом. Степанида Дулла, это одна из главных героинь. Она жила в 547 году, она, собственно, и сейчас живёт. Прошло успешно, могу сказать. Но прежде чем всё вот это делать, я предлагаю нам немножко развеяться, попрести нашими чреслами или что там у нас есть, и послушать замечательные песни, сочинённые разными авторами. И спеты тоже разными авторами. Сейчас, для начала, мы попросим Настю Маликова выйти и Никиту, которого фамилия я не знаю. Никита неизвестный. Никита неизвестный. И Анастасия Маликова. Пожалуйста, давайте ему аплодировать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Люди спят как луной Снится людям она, как она ночью встала, И в колонцах пошла за водой. Годят злые коты, раздоржая свечком, Да топча голубые рожди. День прилёг на покой, Загрустив по вчерашней, Но по завтрашней вере, а мечты. Натянув руки вдоль, Город славы глюк, Раздержённого диспуга. Но смотрел он как друг, И воздался он другом, И добиться водитель позой. А когда он ходил, Он травою посой, Обещал завтра быть у колодца. Утром белый злосой, Как сегодня проснётся, И уснёт вечеру на груди. Но забыла она, Нет сегодняшних дней, И вчера превращаемся в сантра. Прикоснулась к луне И вернулась обратно, Луна И вернулась обратно, Луна И вернулась обратно. Где меня подлезло, Город славы глюк, Я приду навязать тебя завтра. Валять от снегу на греху, Нарабашь, как ты святый, И навинца водитель позой. Ночь за ночью и за, Годом-год сквозь цветы, Требежит пустота, Городный свет. И стареют ходы, И колеблются вывеси, На её восемь дневшие глаза. Но когда люди спят, Над колодцем луна, А слухи, как всегда, Ночь за ночью, Тихо славы на мах, Но сверчат по стрекочу, До накучущих в небо катя. Слухи меня подлезло, Город славы глюк, Я приду навязать тебя завтра. Я целый буду в друг, Город, как ты святый, И родинца водитель позой. Слухи меня подлезло, Город и славы глюк, Я приду навязать тебя завтра. Слухи меня подлезло, Город и славы глюк, Это был Никита. Гитара. Неизвестный. Неизвестный, извините, пожалуйста. Никита, известный с гитарой. Лена Сатьяна Владимировна с голосом. Спасибо вам большое. Да, так получилось, что я вас сразу пойму. Оказывается, что они спели стихотворение из этой книги. Я обещал, что ничего не будет такого. Но вы можете это стихотворение не читать. Можно даже выбрать для всех желающих. Вот. И продолжим еще одной песенкой. Это, а может быть, песнище. Исполнит ее Оля Васильевская. И тоже давайте вопрос задать. Ну, честно говоря, я очень рассчитывала, что ко мне придет пианист. Но тоже, может быть, неизвестный даже имя, не могу сказать. Но пианист не пришел. Но, тем не менее, так как у нас 1547, но Степанида до сих пор жива, я надеюсь, что «Рояль в кустах» у нас будет очень на него рассчитыван. Если мысль заплутала на чистых листах, «Рояль в кустах». Значит, снится она доброй, толстой корове. Я удачная ритма к тебе. Я удачная ритма к тебе. Я удачная ритма к тебе. В тем токаде, По затихшей ночи В звезд тосках. По закатным щекам Мир пока Расскользит там, где не отразит От раскаты февралью к зим. Зреет туман, где котами его соблазнив. Я куплен настигнуть закатом костры. Вернешься ко мне, Уйду в дом, К лоскутры. Вспомни, как я красиво тебе принес ты. Никогда так красиво, но взрыв не принесу. Уж проснулась корова и мысль, Засвешила лук в тропкой ручья и фанель, И, погибая сомнений, застенчивый мысль, Наш поэт рассмеялся влюбленным поэтом. Звезд тосках. По закатным щекам Мир пока Расскользит там, где не отразит Под раскаты февралью к зим. Зреет туман, где котами его соблазнив. Звезд тосках. Ух! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое! Это была прекрасная Ольга Василевская В изящной шале И в изящных валенках С высоким каблуком. Да, спасибо большое, Оля. Этой книги нету, Этого стихотворения нету в книге, если что. Как же так? Не отчаивайтесь. И мы сейчас приступим, собственно, К нашей главной части. Сейчас будем вызывать поэтов И прочих видателей Подумного мира. Вот. Как известно, никто в мире не сравнится О красоте. С Володей Тихомировым, кстати. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Как только она снимается. Вот. И еще с разными прочими Круглыми отличницами. Вот. Даже всякие квадратные отличницы С ними тоже не сравняться. И поэтому как раз мы отбирали жюри С бойками по геометрии Они как раз не смогут никого засудить За их красоту. Вот. Но я надеюсь, что они найдут Что-нибудь еще Подискриминировать наших участников. Вот. И на эту сцену я вызываю Для начала Сказочных зайцев, Которые наверняка Судя по их красоте Круглые отличницы Евгения Удальцова И Софья Ивашенко Ученый зайц Написал книгу И туда заложил интригу О том, что каждый может стать ученым зайцем И этому миру улыбаться О том, как нежный теленок любуется миром Олежий Девкой Глафирой Эта книга создала для меня Из нее толще пыли Эта книга написана в древнем стиле Мы читаем словесники в древнем стиле Из древней пыли свалим мы уху Спасибо ангелам Наверху Смотрю на вас Вольно ресницы у вас тихие Не желаете ли отведать ангельские ухи Эта уха не простая Она зайцев Вне зайцев перевоплощает И сходи же Возьми эти уши старые Включи колесо самсары Огни уши огни О, я так рада перевоплощению Дай же судьбе моей Новое совершение Рыба огненная Рыбе огненной радости и любви Крикну сквозь толщу воды К мечте плыви Звезды морские Осветят твой дальний путь Миру все время Такой же открытой будь Рыба раскроет глаза Широко в ответ Скажет спасибо На рыбьем за мой совет Жизненный опыт ее не совсем велик Дорог для рыбы огненной каждый миг Многие рыбы не ценят свои моря Жизнь проживают бесцельно В пустую зря Думают лишь о потомстве Я где И забывают стремиться К своей мечте Если душевной доверится Широте огненной рыбе Так просто приплыть к мечте Любовь моя Вы могли бы Так же превратить меня в огненную рыбу Что там написано? Дельфин Дельфин О да Я дельфин Наконец-то Я жизни удивляюсь Раз за разом Дельфины спят С одним открытым глазом И снится им веселая вода Но сон доступен им наполовину Выходит, что вторая часть дельфина Не засыпает вовсе никогда Восторг Восторг Дельфины бесподобны Подумать только Это так удобно Одновременно жить И сны смотреть Дельфин не скажет Майя сизевая Я написать стиху Не успеваю Раз вы дельфин Извольте все успеть И опыт человеческий Отринув Я глаз один прикрыл И стал дельфином Я заблуждался, братцы И не скрою Дельфин казался мне супергероем Я признаю, что мыслил Очень узко Он проживает жизнь С двойной на русской Я осознал Живущим в двух мирах И тут, и там положены дела Но там Где ты лежишь без задних ног Дельфин способен сделать кувырок И тут, где ты Вот ты Осунувшись по ник Дельфин в полете Выставил плавник А посему От своего лица Всех призываю Один дельфинеца Мне мало судьбы И хочу я опять Какому-то образом Душу отдать И теперь Ученый заяц Я подхожу к тебе Чтоб ты дал новое воплощение Моей судьбе Читай Космический кот Спасибо Космический кот Душа моя Новое воплощение обретает И взлетает В космос Взлетает Постичь мечтает кот Космический дали И ангелов встречать Что тайны все познали Он будет их катать Между звезд На мягкой спинке Ведь ангелы Как белые пушинки И вот однажды кот Отважится на это И прыгнет к облакам Нарушит все запреты И взлетает в небеса Нарушит все законы А гибнет мир вокруг Он взглядом Ингумленный И ангела узреть Что в путь стремится Космос Он сам туда взлетит Ведь никогда не поздно Кружить Среди планет Галактик И созвездий И с ангелом Лететь Кометой Яркой Вместе Но это все Увы Фантазии И мысли Он их не воплотил В своей кошачьей жизни Но в космосе И так Он все-таки Желает Все будет Хорошо Он точно Это Знает Глядите-ка Что творится Братцы Ученые зайцы Подверглись Реинкарнации Отличному По сути Перерачиваем Таймс Чтобы улыбаться И Обниматься А Обниматься 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 Аплодисменты. Отличные зайцы, спасибо вам за шею. Жюри, ну вам теперь надо поднять оценочки и сказать, сколько вы думаете это все стоит. А вторая команда, давайте готовьтесь. Как вам так, чтобы сидишь? Так, 9-5, 5-6, 9-5. 95, подождите, подождите. Подписываем. 56, 95. Спасибо большое. Это оценки сказочным зайцем. Вот, а пока, какая-то вторая команда, вопрос к ватакам. Кто-нибудь когда-нибудь носил настоящее коробисло с ведрами? Есть такие? Нет, сиди здесь. Вы, Василий. У вас получалось? Я не умел так плавно ходить, как ходит бар. Но у них в центре тяжести. Возможно, у меня просто тоже не получалось. Это на самом деле не такая же легкая задача, донести коробисло с точки Б, в точку С. И не расплескать. Да, и с бани. А зимой надо носить. Спасибо за советы. Советы скидываем в нашу группу, мы их потом опубликуем, и все смогут носить коробисло. Кстати, команды готовы? Нет, сейчас. Команды, которые сейчас готовятся, они как раз называются «Покуда коробисло». Состоят они из трех поэтов. Каждый из них не писал эту книжку, но, надеюсь, что-нибудь из них читал. Замык у них «Покуда». Это, наверное, она, не бывает. Каждый из них тоже состоит из трех поэтов. Алина Трискунова, Сергей Заботец, Наталья Ковалевская. Я всех. И сейчас я зову их, чтобы они рассказали о мире 1548 года. Дорогие дамы, я предлагаю вам замечательный эзотерический пылесос. Он очищает все ваши чатры. Он очищает даже самому въевшемуся. Хватит, ну, уйди отсюда! Погоди! Погоди где? Ну-ка, вообще, быстро! Оставь отсюда! Современный пылесос. 95-го года выпуска. Ой, что ж поделать. Звезда памят. Хоть бы, казаться, может, в те времена, когда пылесосы стали бы совсем новинку еще. Не, ну, я ему говорю. Кузнец-то мой. Вчера опять пришел поздно. Какой? А он мне говорит, и давай ему обед, и потом еще ужин. Так у меня уже ничего нет с обеда. Вообще, а мысль какая... Ах, кто это здесь валяется? Ах, кто это? Ну-ка, посмотрите. А, это ж наш заседантый. Археолог по подокрамыслу. Археолог? Какой я вам археолог? Вы вообще... Ах, кто это? Я что, был в плену надежды бабкиной, что ли? Где я что нахожусь? Да-да. Игорный палат у нас. Крестик и нолики. Чего? На деньги. Казино, что ли? Какой Казино? Что это такое? Казино, честно говоря, еще не могу. Давайте так. Я не знаю, сколько я был тут в таком состоянии. Давайте так. Чего произошло в последнее время? Ну, так государя нашего московского царем сделали. А я же говорил, Витя, говорил. Переписывают он Конституцию по второму разу, а? Ну и что он тут не получается? Владимир Четверкий, да? Да какой Владимир? Да Иван. Иван Васильевич? Васильевич? Грозный. Ё! Сколько же мне говорили? Ну, почему ты все время в каждом месте читаешь Грозный город? Ну, за добром, не доведем. Так, сейчас, надо смотреть. Что было-то во времена Грозного? Не помню. Еще не ходил я в УЗИ на пары по истории нормальной. Так, сейчас. Иван Грозный, так капречный, так Ливонская война. Надеюсь, короткое было. Всего-то, всего-то. Так, вот, сейчас, сейчас. Так, все началось. Во-моему, началось нападение русского царства на Грозного. Последствия, так, сколько? Двадцать пять лет. Так, что-то, значит, последствия. Так. Надо говорить. Надо, что-то надо. Кваски в Казахстан, да? Казахстан, нет. Не цар. Сейчас, сейчас. Машки в Дубай, ладно. А, пустыня там. А, Карабов там даже еще долго нет. Что ж делать-то? Ладно. Алиса, что нет делать-то? А чего это Алиса? Не Алиса, а Феклая. Самоварный помощник. Самоварный помощник. Тоже, точно, я тут чаю у вас, а не самоварный. Ладно, свеклоты или как там. Что мне делать, я тебе говорю? Могу предложить вам игры коншиков. Вот давай в эти игры сам коншиков играет. Хотя, что они из себя представляют? Что представляют? Это поэтические игры такие. Стихи надо читать. Поэзия. Да. Вот, например, такие. Я бегу, и снег мне бежит навстречу. А я думала, что вот совсем вчера Был последний снежный февральский вечер. Что на этот год эти вечера завершились. У Марта свои законы. Он не хочет любимую отпустить. И блестят от иния, как иконы наши лица. Последняя с прошлого нить порвалась. Ты стоишь, как тобой небо. И от пудры небесные не спрятать глаз. И спокойно, как будто на свете небо. И вдыхаешь воздух, как в первый раз. Вот они. Пусти сюда. Да. А он так разрушил. Нет. Нет. Ну что, вы думаете, что я сняков не узнал? Ну да, было дело, читал даже стихотворение такое. Немножко героническое. Ересью нынче зовут доброту. Спешно крестовый поход стартовал. Если ты против дороги к костру, но не сгорешь. Отцелели трава. Истово биться король всех задал. Яростен, скромен, но прежде. Велик, как и всем жарен, не едет в поход. Он бы и рад, только врачи велит. Что там с чумой? Вроде все как всегда. Если не помер, считай, что здоров. Глядь, даже выпало смерть из седла. Акнув от качества наших дорог. Рай, говоря, Бог для нас и состав. Так же, наверное, там хорошо. Вот, а народ почему-то на стол. Знаете, хочет пожить здесь еще. И что там тебе? За эти стихотворения дали? Да там что, ну 15 суток, и больше. Сейчас, ну, так, что-то поезднее, что ли, что-то. Сейчас, недаром, что-то. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, дам. Давай, сейчас. Вот, бери, косарь. Что это за бумажка? Что это, смысл, что это за бумажка? Косари у нас в поле. У них еще денег нормальный. Что ж такое? Ладно, давайте не деньгами. О, поездок! Замечательная, кстати, универсальная вещь. Вычищаем все ваши... Ну, все вычищаем. А, ничего не знаю. В любую розетку вставляем. А розетку? Что это? В них электричные. На нем попал. Вот на что это здесь похоже? На лазерную машину? Опричника подойдет. Ладно. Я не знаю, как они там сейчас с ним поделают. Где у вас тут ближайшее отделение опричнины? Вот там, там, там. Ну, сейчас. Время сказок пришло. Сегодня я прочитаю вот это. Садись, садись. Смотрите, год, столетия. Сказок праведных на Руси. Кто ж такие те гуси-ребеди? Муж однажды меня спросил. Наши сказки и темы славятся в них. У мамы язык богат. Если девушка, то касается. Если бабушка, то еда. Гуси-птицы всегда домашние. С давних лет, испокон веков. Это символ Руси. Такой же, как песни девушек за веком. В каждой строчке, что знак читателю. Все, от облака до листа. Так вот, что лебедей касательно, Эта птица не так проста. В ней таится загадка и истина. В ней романтика, волшебство. О, лебедь в сказках красы и мистовый. Не боясь и синичет. Гусь гогочит и щиплет ветки там. Он являет обычный мир. Это я, реченая предками. Что у каждого за дверьми. Лебедь видится на вождении. По ту сторону. Это нарв. Нави навевает стихи и песни нам Из закрытого мира сна. Гуси-лебеди — это жители Одновременно двух миру. Гуси-яви — земной обители. Ну а лебеди-нави — снов. Сказка — ложь. Мишура рекламная. Важно, что ты за ней прочел. Междустрочное про послание. Эта станет твоим ключом. А где? А где? А где все? Бой спасай! Что случилось? Да продал я этот поясос. И что он тому продал-то? Ну они его за самовар приняли. Подправили все. А что делать-то? Бежать-то! Бежать! Куда? Нет, не туда бежать. Куда, куда? Сюда. Куда, твою же так. Фу, родят. Вот кто ждет, все снесет. Как бы жизнь не пила. Лишь бы все, это все не набрался на вилок. Жданин, че разлеглись? Подъем. Какой год сейчас? 1547? 1023, если вы еще с луны упали. О, слава богу. Хоть цивилизованных мероприятий. Нормальную работу устройте, не с этими проклятыми пылесосами. Вы на кем работаете? Я? Апличник. Гольда! Вы! Рецепт-эрze, бериал. Аплодисменты. Спасибо. 9191, 9191! Ура! Ура! Ну что, не шор! В сцене сейчас снова появлюсь о прогрессе, о котором все знают. Вместе с ним, в таунжерной сцене на той же самой, будет ученеса Сайлона. И они расскажут нам про свой неосознанный литературный опыт, именно так называется их команда, если сокращенно, то это НЛО. Надеюсь, что в 1547 году НЛО были. Давайте поаплодерем, что вы. Продолжение следует. 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 Пару черных тяжелых крыльев И когти любого готовы порвать на части И птицу мою где-то в детстве недолюбили С тех пор никому моя птица не дарит счастья Два шрама, как змеи, ползут вдоль моих лопаток Пустые глаза ничего, ничего не видят Птицы на крыле хрупцы, островки заплаток Как память о каждом, кто птицу мою обидел И грудит будто в клетке безжалостная старуха И боли клубок в кружева заплетают спицы Ладони мои холодные, если верить слухам Но птицам учительно нравится с них кормиться Ты самое светлое делаешь, отвлеченным И с тобой так удобно, что хочется вдавиться Но я принимаю тебя, мой больной ребенок И я отпускаю тебя, моя злая птица Вот оно, вот какая-то хорошая, добрая сказка Ну, никакое сравнение-то не идет с указами нашего царя-батюшки Попали? А что такое указ? Ой, как же тебе объяснить-то, косяк? А это вот знаешь, когда царь-батюшка-то встанет и выспомшись А наоборот, так заспится, что сон ему какой дурной привидится Мол, грузится ему кто это Так вот, встанет он, да как нашнет бумагу-то Всякими трэбами страшными, моральными, иди Чтоб он, эти, вот эту чушь делали А вон те, чтоб тех вот страшали И вот глянешь, на указан-то эти И жуть берет Я вот тут подумал, баба Надо нашим детяткам еще какую-нибудь сказку такую рассказать Добрую, тоже добрую Да, и поучительную Значит, тоже про птичек каких-нибудь Есть у тебя такая? А есть, косяк, у меня сказочка Да не совсем сказочка А фантастично, блин, обрешено Это как? А это косяк Значится Сказ о временах грядущих Вообще О тех, о которых мы еще и не слышали Ничего, фон и у меня Белые лебеди кружатся, словно снежинок Нет новостей В телевизоре только балет День напролет Кто-то крутит и крутит пластинку Птиц, меча их, как будто держа в кабале Грянут фанфары И занавес с гроботом рухнет Номер продолжится Хочешь, не хочешь, танцуй Лебеди в танце сплетут в перекрестие руки И БТР станцует на Красном плацу Призма экранов Реальность легко исказится Рябью помех побежит по озерной воде Время меняет идеи, сюжеты и лица Но продолжают кружиться прекрасные птицы Мы продолжаем смотреть на полет лебедей А что ж бабая, так и будет, что ли, в ведущем Кто ж его знает, такой всяк Я вот только одного не понял Бабая, а вот что такое экран? А БТР значится поня Ну, экран, косяк А это вот, знаешь, это зеркало такое Зеркало? Да, только кривое Глянешь в него, а мех у тебя там не серый, а бурый А уши, как у медведя И вот будешь туда долго смотреть Да и сам поверишь, что не заяц ты, а медведь Жуть какая, а не жуть, косяк, а жизнь Какая уж есть Да только это мы Не будем об этом с детятками с нашими рассказами Они и сами не больше все знают Правда, деда? Да А и спать-то уже пора Сейчас как водится бабка Катерина Полоси в ночи Вот эти новости Да сплетни свои А там сказочки пострашнее И то верно, бабаля Гляди, гляди, бабаля А вот что это за птицы там такие в небе? О, где? Вон там? О, так лепеди, кажется Аль, и шо? Какие птицы свободные Спят уши до дни катушки Тхлопти спят Не понять, какая сказка ждет ребят Не знаю, что случится Может, вовсе не ложится Но будем зарывать Не зеркать В сказке лучше оставаться Не во сне Вдруг в несказочной Проснемся в стране Не поймешь, с кем подружиться Подружись со своей птицей Рот не разевай Вдруг в несказочной Нет, подождите Нет, у нас есть маленький Забудьте все, что я сделаю Нет, вернись Нет, нам нужен ты Ну, просто сказка С 1747 года Немножечко Решили Синвеститься В древнюю Веренцию И Согромодов Да, в честь такого события Ну, ты передашь, Витя В общем Мы побывали в обородах В прекрасном гисперид И похитили оттуда Мы буквально совершили 12-й подвиг Керакла Значит Мы побывали оттуда Три Свеклы Раздора Я думаю, вы Распорядитесь с ней Класс Класс Кто мне, Жанна, девочка С презентацией С книгой Спасибо большое Это Владимир Жюри Поэставной живой Маскутно Команда Неосознанный Литературный опыт Донесли нам Как это? Как это называется? Травму Их это не осенилось Психологичную травму Спасибо большое Вот И за это получают Заслуженные оценки 56 95 92 Спасибо большое А сейчас А сейчас За мной ходят Люди И люди Мы, наверное, это сейчас узнаем Их зовут Совершенно по-разному Одного зовут Эбон Гар Он же Сейчас я зачитаю Он же говорит Затумить это не вас лучше С ним же выступает Диля Рогат Гар И МК-код Кто-то из них Точно поэты А кто-то из них Точно Катыр Катыр Да Другой дом Кстати Когда Степанидия Исколнилась 150 лет Она меня взяла С собой В бане И с тех пор Я, честно говоря В бане ни разу не был И в принципе Я не понимаю Почему люди Не будут Подмыться Но Вот эти вот Товарищи Которые сейчас Готовы? Да Они Попробуют Меня Разобедить Готовы? 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 Ага, это вы, коты ванные листья, и с вами сегодня MC-код, ванная листья, и я пророк парадоксид, Ну, неведомый зверёк. Паралок! Холь тьма веков опять себя поманит, как банный лист настигнет, задрожит, Бери тетрадку и беги в предбанник, а кот и без предбанника умоется. Холь ты печаль почуял, песни знаний, Холь ищешь слова, холи слов уж нет, Немедлий и иди, иди ты в баню, но по пути. Поглади кота, парень, не поглади кота, по крайней мере. Так, так, ты хотел кота погладить? Лови его. Лови скорей, скорей, лови скорей. Скорей. Так. Нет, нет, полушка вверху. Вот так. Ага, да сюда, сюда. Ага, ручка. Ага, здесь. Так. Ручки, ручки. Ага, страна. Вот так, так. Экзекуции готовы? Да. Отлично. Тогда трагедия. Я мылся в натопленной бане, набрал полный тазик водицы, еловым отваром плеснул я на камни, плеснул и суток, и с головой облился. Ах, сердце. Закрывший глаза, захотел таз убрать, но вдруг подскользнулся и весь я, глаза не открыв, не успев закричать, в тот миг потерял равновесие. Смей, смей, смей. На спину сперва я упал, а потом все тело мое, все тело мое заскользило, да так, что я будто бы стал марсуков. В полосках из грязи и мыла. А Витя сказал, никаких марсуков. С тяжелым кряхтеньем я сел вдруг на пол и понял, что жизнь безобразна. Я в округе и несчастен, ушиблен, ушиблен. И гол, и телу опять стало грязно. А-а-а! 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 О-о! А-а-а! Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Конжиков 15-47! Конжиков 15-47! Любая себя. Сиди. Я долго сидел на полу, вот стена, не ждал я такого отмыла. Пока не вернулась за мною жена, и тут же меня не отмыло. Ну всё, иди, я садись читаю. Пойдём-ка, пожалуйста. Эпилог. Отступаются банные везде, комары прилетают на юг. Если хочешь быть светлым и чистым, протопи хоть почётным, друг. Что же банник поделает с нами, как почнёт в полумраке пугать, Перепутавшие руки с ногами, мы от веника выйдем. Где же вам будет? Ещё. Ещё не всё. Иди сюда, не бойся. Не бойся. Не бойся. Он тоже? Нет. Он написал. Ах, значит, ну как ты? Ну как ты? Ну хорошо. Так вот, ты написал, Заяц написал, не просто книгу, а целую метавселенную, в которой оказались мы все. И я решил сделать тебе подарок. Ну, включить тебя в свою метавселенную. Некто, скопытинь сопруга, археолог-исследователь Института археологии и этнологии Польской академии наук, написал монографию «Барсуки под зол причина восстания». Он просто выяснил тебя в своём труде. Приветствую. Здравствуйте, Кinate! Спасибо! Взяли подарки для жены. Спасибо... Иван Ганг, Демара Ганг и МС-Кот. Спасибо вам, что команда «Потоправные дистрики». Я надеюсь, что они сейчас подвинут, а мы это время 15 минут отткнём. Но сначала мы услышим оценки. Я, честно говоря, не дед полагал, когда говорил про баню, что они тут порочи. Так, 91, 49, это что такое? 93. Спасибо большое. Вот, наконец-то все собрались, и мы начинаем наши... Где мои уши? В общем, мы продолжаем наш балет про книжку, которая была написана в 1547 году. И сейчас, естественно, начнём с песни, чтобы взбодриться, выдохнуть и наслаждаться. На сцену приглашая очаровательную девушку по имени Уля Ух. Ух! 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 Добрый вечер. Уже было сказано, что сегодня пианиста не пригласили. Вот. Ну, я пианист. Меня вроде как пригласили, но куда-то не туда, куда надо было. Вот. И, соответственно, я сейчас буду петь песни, соответственно, мне очень надо будет воспользоваться инструментом, но тут свет, а инструмент там. Поэтому я вам очень хотела бы сказать, что вы можете, пока я медленно передвигаюсь к краям, либо повернуться ко мне лицом, либо настроить свои прекрасные уши, либо, наоборот, закрыть. Я не знаю, что вам не понравится. Вот. Соответственно, сейчас будет представлена песня на стихи поэтессы Ольги Наточи, которая, кстати, находится здесь. Но это будет не идея нужна песня. Свет включите, большой. Можно просто повернуться, можно не поворачивать. Большой свет включите. У вас были, кстати, коты... Как их? Коты ванные есть. Коты ванные были. А у меня колыбельные. Ну, не знаю, только подряд. Конечно. Хорошо. ПЕСНЯ 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 Девочки молвят, поехала крыша. Сделаешь вид, ничего ты не слыша. Жить в облаке радужном это нормально. В традициях нежности маты Джеральду. Расстроишь ладон, без запутанной следей. И уличка, и нету памяти. Ни крыши, так можно, ни облако. Даже тебя не волнует, что кто-нибудь скажет. Кус, агантеры вынесли. В основном, у Сальпадора Кус. Эй, вылезайте тенью. Из всех сильных каналов теней. Как, что-то странное, чем ура. Что-то крутит мой, я замечу. Я люблю тебя. Девочек. Есть кто-нибудь есть? Да. В темноте, и на ощупь блуждаю, как призрак. Сосновая роща нервничает. Волнуюсь призывом весенним услышать твой голос. Спасенье. 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 Я возвращаюсь обратно в красивый свет. Так сложилась судьба, что Саша Коншикова прислала мне невероятное стихотворение. И мне она очень понравилась. Я решила, что это будет красивая песня. Но, если вы заметили, то я здесь достаточно специфичный. Согласны? Специфичный. Зовем это так. Ну, у меня есть замечательный инструмент, который тоже специфичный. Сейчас будет перформанс. Перформанс. Правильно говорить перформанс? Правильно. Правильно. Все правильно. Перформанс это правильно. Поэтому звук у него будет тоже странный. Не такой, как надо. Я не знаю, как получится. Должно как-то получится красивее. Засыпают лесные феи. Осыпается светом осень. Каждый миг уходит забвенье Цвета ржавых ржаных колосьев. Замкий ветер колеблет тени У подножья высоких сосен. Вереницы идут, а лень не избегая Широких просек. Омлака изменяют форму И гонимые властью неба. Горизонт акварельно черный Поседаю покорно слева. Наши жизни равновелики Там, где вечно шагнет с порога. Тише, глядя в речные блики Засыпают единороги. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Улья Лух Используя вам две замечательные песни. В общем, пока Саша разбирается с реквизитом, я расскажу, что мы начинаем снова. Мы продолжаем Игры Коншиковой. И сейчас на сцену выйдут две замечательные дамы в черном. Как мой портфель. Их зовут Елена Шопталина. Я правильно помню? Вы же выходите. Елена Шопталина. И Полина Кондратенко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Да вообще, напридумывал создание троюродной племянники, тёщ, деверей иностранных. Да ладно, вот нормально уже получился. А, хорошо, вот-то нормально. Так, надплодил-то сущности без необходимости, а смысл? Ну, а вреда же у него не было. Смысл-то в чём? Ну, я знаю, в чём смысл. Ушёл и нас оставил без смысла. Я шёл один вечернюю порою, Я увидел, что потом скажу. Я так устроил, как ствол ольхи, Я врос ногой в межу. И было поздно причитать и каяться, И песни петь, и говорить стихи. Стояли два огромных красных зайца, И тихо грызли леточки альхи. С тремя хвостами и тремя глазами, А шерсть была лучше солнца, а не шерсть. Я взглянув от удивления, я занят. И зайцы замерли, закончив есть. Зверь телепатически заплачивает, Встречайся с новой сложной судьбой, Глаза слёз блестели, как от лака, Два кариха, но третий голубой. Господи, ещё глаз. Что и третий? Ещё и третий. Ещё и голубой. Да ладно, у тебя он тоже растёт. Господи, голубой. Третий? Голубой? Третий будешь? Кто здесь? Глаза. Мы зайцы. Ничего не знают, зайцы. А ты кто? А я поэтикой Кабанов. Кабанов! Кабанов превратил нас Кабанов. Да он, да хоть Кабана, Хоть во что хочешь, Нам с тобой везёт на поэта. Блин. Может мы его, это, сами, Того, во что-нибудь. Лень. О, лень. Твои лень, что ли? Да. Похоже. Давай, ты, это самое, Бей барабан, Никол. Давай, начни. Ладно. Лопали. Я за расплатно, нет прохладного оленя, Постоят тепло, Ороголетший эпидермис, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Который стихами плевался DimaTorzok 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 Графического фасада Всякие остальные чепухи И просто наконец уже закрыть глаза Но ты не жди еще Похожих встреч Людской злоном туши холоди Моплик открывай лишь под вечер И только третий глаз нас разгляди Я ем ольгу, траву, цветную зависть И в поле отправляюсь на наш леп Я заяц, я огромный страшный заяц И только с виду я, как человек Ну заяц так заяц Если хочешь, я кому-то моим Главное, что с нами Да, главное, что наш Природный Боэтический Кабан Спасибо Спасибо Владе Ambassador Владислав Владислав Влад Феникс Как бы я была, когда я Романова была, я уже не знаю, что вы пишете. Парафон. Да работа там нет. Парафонов пишет 147. Так, девяносто один, девяносто два, девяносто три? Девяносто один. Вахтёры, как там, на вакте? Ждём вас в команде, которую вы оценки выставили. А сейчас на сцене появится последнее, наконец, со своего полоса. Слава режему команду, вахтёры, в составе... Вахтёры, в составе всех новоевцев. Рано? Рано аплодисменты. Между прочим, погода у нас сегодня не очень. Саша, встаньте, встаньте, пожалуйста, Александр. Аплодируем Саше за то, что она сделала бороду! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот команда вахтёры. Ого! Может мне прямо заглянулись, смотрите, я тут посмотрю, что там вообще. Команда вахтёры. Юля, всё, 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 всё. Агинь? Акфюду я. Акфюду я. ПЕСНЯ Был он железного трава и лёдера. Уберите! Например, он не любил пеньги. И вот это всё. Но однажды деревни не осталось. Певцов всех сослали в астрах. И тогда деревенский староста стал уговаривать валерьяна Выстопить певцом на ярмарке. Ничего не ответил валерьяна. Только принялся бескошно. Он бескошно без молоку. Петь он не любит пеньги. И немножко зачем балалайки касаются песни? И зачем? И по кучам зачем скользят непонятной рукой? Вам не нравятся кексы? Мне нравятся песни. В громовиких ударах я слышу по кучам. Я люблю па-па-па. Я люблю ду-ду-ду. А ещё иногда я люблю... А вот это ла-лайла Удостою лишь смайла. Неплощённый мотив, Что порхает звене, Я кувалдой всегда встревал, Потому что в крови у меня Индастриата. Тридцать дней Бил валерьяна Молотом Мазадового. Пока не вывел из себя Всю... Затем он решил Устить И пошёл На рыбалку. Эх, хорошо идти на рыбалку И не думать Вот какие-то там песни. Кто их только придумал? Вдруг услышал Валерьян Чудесное пенье Доноси вообще взял Мному Сарап Новый Мол Харап Широкие круги над головой. В молчании не чувствуешь покой, Безмолвие, как повод затеряться. Среди таких же скользких в чешуе, Барахтающихся в густом желе, Легко свободу обменял на карте. Как долго сможешь думать о простом, Хватая воздух, а не мерзший ртом, Тревогу упаковывая в праздность. Как будто льдом покроется слегка, Сомнений беспокойная река, Анестезия вытеснит опасность. Сплывают брюхом вверх по одному И спрору по столетия, Кому вопросы адресуют и проклятия. Истории расколется орех, И вязкие круги затянут всех В свои непостижимые объятия. И понял тогда, Как он любит петь. И как начал петь. Сели оружие, запрыгнули на аистах И лететь на лагерь. Только карась им пытался сказать Не бойся. Делали только ограниченным набором И воиня, ничего не понял. Правда, ловить карася не стал Из-за его славного волоса И решил купить блин. Пришел он на ярмарку И сразу, от хорошего настроения, Как начал петь. Но никто этому почему-то не обманулся. И решил деревенский старуста По такому поводу Не обманулся и разум. Но валерьяну ничего, по сути, не сказал, Потому что мог получить Только сдал. Дело в том, что у деревни Медвежий мог, Тогда никто вообще не петь. Из-за того, что когда-то Всем медведь Нам нужно петь. Гору отчаялся. Но валерьян не отчаялся. Потому что... Як-то, снятся ли кто? Да. Буду ковать голоса Своими руками и молотом. И открыл валерьян Фурсы. И больше уж не приходилось Деревенскому старости И искать певцу на ярку. Но это уже совсем другая. Ууу! Only you Can make all the smoke run around Only you Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Третье место, Бакуда Кармысла, Наталья Коваревская, Арина Трескунова, Сергей Заботин, 247 баллов. Макс-макс, практически непонятно, кто победил. Но есть пара, правда, лидеров. Король Саша Коншикова, Влад Феникс, Леонтьев, Игорь Кабанов, 274 баллов. Ну, и вахтеры Юля сегодня победили. Давайте им спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok